Он по-прежнему смотрит на нее с улыбкой, как и 18 лет назад, когда она сказала «заветное да». В нем вообще совмещались такие качества, немного несовмещаемые, да, несмотря на его доброту, на его открытость, на его улыбчивость, он был всегда воином внутри. А работал строителем, хотя уже знал, как это – воевать. Срочником участвовал в контртеррористической операции в Чечне, да и гены такие были. Деды в свое время защищали родину от нацизма, и вот пришло время Аркадия. Когда объявили мобилизацию, ему еще не пришла повестка, но он уже начал собирать вещи потихонечку, да. Он придет с работы, принесет там тактическую аптечку, потом на следующий день придет с работы, придет уже с рюкзаком военным. Он понимал, что он пойдет, и он хотел быть там, он хотел защищать родину свою, защищать нас, нашу семью. Да и сам Аркадий понимал, что его дорога туда, где фронт. Один раз, когда я в очередной, как бы в очередной раз затеяла эту тему касательно там мобилизации и СВО, он на меня так посмотрел, что я поняла, что это бесполезно. То есть, что бы я ему ни говорила, он все равно будет там. Вот его как раз вот этот внутренний воин, он его вел туда. Когда вот супруга призвали, лишнее все отпало. То есть, вот эти все какие-то мелкие проблемы, какая-то вся ненужность, это все ушло. Осталось только самое важное. Это вот семья, любовь, верность, преданность, поддержка. Самые вот такие вот базовые чувства, о которых, к сожалению, ну в обычной жизни многие забывают. Аркадия Соколова мобилизовали в октябре 2022 года. Пока был в учебке в Курске, Екатерина несколько раз приезжала к нему. А потом его отправили в Донецкую Народную Республику. Он об этом не любил говорить, но он сразу занял лидирующие позиции. То есть, он стал человеком, за которым тянулись те, кто, допустим, ничего не знал, кто не столкнулся с армией, так как он. Потому что все-таки, когда он был в армии, он попал и под чеченскую компанию вторую. Уже после того, как Аркадий оказался за лентой, обратно в родной дом возвращали редкие видеозвонки. И по-прежнему он улыбался ей и говорил, что скоро придет. 18 апреля вечером он мне позвонил в последний раз. По видео мы с ним созвонились. Когда он улыбался, успокаивал меня, сказал, что они получили задачу от командования. Несколько раз мы прерывали съемку. То вой сирены, то громкие звуки, привыкнуть к которым до сих пор не получается. Так же, как и к тому, что мужа нет. Продолжаем, да? Да. И начал собирать группу на задания. И с 18 на 19 они должны были выдвинуться. У них был очень сложный участок, по которому не могли продвинуться долгое время. Это была железная дорога. В среднем, когда они были в марте в штурме, на задачу где-то 5-6 дней уходило. 27 числа я написала Ротному, что уже как бы неделя. Ребята когда будут выходить с задачи и так далее. И он мне перезвонил. Он сказал только к сожалению. И замолчал. Ну, я поняла, что случилось, что пришло горе. В ночь на 20 апреля группа проходила по железной дороге. Мой муж шел первый. Он был командиром первой группы. Их начали обстреливать. Перед тем, как его ранили, он успел скоординировать гранатомет, чтобы подбить позицию противника. То есть он был первый. Он видел, откуда идет огонь. И по координатам передал данные. И гранатометчик уничтожил позицию противника. Но уже потом, когда его засекли, ему выстрелил в бок снайпер. Между бронежилета попала пуля. Успел только передать по рации, что он 300-й. Но поражение легкого было несовместимо с жизнью. После этого засекли всю группу. И ребята попали под сильный артобстрел. К сожалению, погибшие ребята остались там. Он мог и дальше учить молодых бойцов. Но решил возглавить штурмовую группу. Орден мужества мы получили 21 февраля. Нам его торжественно вручил губернатор. И он вручил его сыну. Для сына это была большая гордость. И он очень сильно волновался. Потом даже два дня он спал. С ним рядом был орден на подушечке. А он, как и прежде, смотрит на нее с улыбкой. Только уже сверху, с небес. У него остались любящая жена, сын и дочь. Аркадий Соколов с позывным «Сокол» отдал долг родине сполна. И благодаря ему и таким, как он, победа будет за нами. А мы не забудем и не простим никогда. Могу сказать, что любовь стала крепче. После того, как ты теряешь любимого человека, все чувства еще больше обостряются. При жизни мы не всегда их выставляем на первое место. Потому что у нас там работы, какие-то проблемы бытовые, что-то еще. Я очень горжусь, я очень его люблю. И я верю, что он меня сейчас слышит. Екатерина Скляренко, Антон Гребенников, Белгород Медиа.